Сегодня хотелось бы уделить внимание нанесению силового удара. Силовой удар наносится за счет вложения всей массы и всей структуры. То есть не отдельно летит рука, а потом догоняет тело. Либо наоборот, сначала пошло тело, потом полетела рука. Нет. Это вся жесткая структура вклинивается в цепь. Варианты постановки. В бытность славились сильным ударом деревенские парны. И причиной тому зачастую был синокос. То есть все лето помахать косой прорабатываются, когда все мышцы. И вот тут вот и идет вложение всей массы и жесткой структуры. Мы же попробуем использовать для наработки технику посоха или шеста. Длинномерная, гривковая, очень хорошо выстраивая структуру. То есть как минимум можно взять и вот здесь мы получаем работу плечи, которые так необходимы. То же самое. Поставим руки и переходим с оси на ось за счет вращения. Чтобы поставить саму механику удара, а в данном случае мы можем получить прямой вариант желтым и боковой. Берем как весло. Небольшой грив, ну например 5,5 кг вполне будет достаточно. Напомню, возьмете большой вес, это будет тяжело. Начнете искать компенсацию, тем самым поломаете технику. Итак, становимся в позицию, берем как весло. Верхняя рука в данном случае выступает как уключена и задает уровень. А вот нижняя как раз и наносит сам удар. И вот здесь наносим такие удары. Важный момент. Я двигаюсь не по касательной, лишь в руках. А нижняя рука как бы наносит удар вперед. Мы толкаем вес вперед. Вот и получаем ту самую механику. Поработали с передней, встали в позицию для работы. С задней рукой. Поставив механику движения, сразу фиксируем это на цели. Например, на мешках. Именно вот работает весь корпус. Точно таким же образом мы ставим боковой. Разница будет в том, что в последний момент мы подкидываем локоть. То есть мы кидаем руку вперед. И подкидываем локоть. Посох нам показывает траекторию, по которой будет наноситься удар. Плюс фиксация рук на посохе и дает нам всю структуру. Опять же, передний, задний. Уровень задаем любой. Для того, чтобы чуть больше сакцентировать на толчке вперед, уже в свое время показывал, берем палку, фиксируем внизу и на палку. Обязательно внизу, не на уровне. Чтобы у нас именно работало передний деталек, который будет выталкивать. Встали, зафиксировали и взрывное действие. Резина вроде бы слабая, но нагрузку вы почувствуете. Только ли шухой этого не сделать. Поэтому полноценно работа идет всем делом. Опять же, переходим после этого на межо с боковым. Мы ставим ту позицию, когда нам нужен будет рецент именно в ударе. Соответственно, здесь мы разворачиваемся и у нас вот он, амплиту туда. То есть направлено будет туда. Встали, передний, либо задний. И работаем. Не стараемся делать это только лишь рукой. Не получится, можно травмироваться. Прямой, боковой. Нет амплитуды. Вот рука у меня движется вперед. И вот здесь и закидывается. И вот здесь и закидывается.